Ультрамарин 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 Начнем с ультрамарина Вот смотри, он и здесь где-то в разбелых живет Ультрамарин, ты видишь, да? Чуть-чуть Поэтому бледный ультрамарин Очень бледный Достаточно вязкой красочкой То есть не разжиженной весьма А так тихо разжиженной Полностью избавимся от белого Полностью То есть наполним Веществом Краски, в которое и будем Входить Потом Хорошо? Давай Придавлю Да, чтобы не было этого Возбужденного Штриха И у нас сразу Близкая По затее Ситуация Возьмем несколько Средних кистей И начнем Наверное с более крупной Вот этот вот рисунок Рисунок Темный и светлый Начнем набирать Кистью Как мы с тобой уже делали в предыдущий раз Создаем Приблизительные звучания Приблизительные звучания И все пока В рамках синевы Потом начнем прибавлять цветовые Общее настроение Задаем Хорошо? Деревцам Вот этот кучерявый мотив Лежачая к холсту кисть Все время кисть хочет лежать И все пока только синим То есть мы создаем Идею вот этих вихров А потом будем наполнять цветом Потому что если мы их не создадим Мы очень скоро запутаемся Раздавая только цветовые А так мы вихаречки раздадим Вот эти настроения Раздадим Хорошо? Вот эти настроения Раздадим Кисть максимально много лежит к холсту В меньшей степени не лежит Давай Я не вижу выразительных стволов Так что Тонально можно набросать Синечкой Да То есть чуть-чуть Внятнее дать рисунок Чуть-чуть внятнее Чуть-чуть внятнее Чуть-чуть внятнее дать Темный рисунок Пока только синим Потому что если мы сейчас начнем цветнить А будет не точно В рисунке будет обидно Будет придется перестраивать Переделывать А так мы Сначала создадим Идею Рисунка Вот А потом Ее начнем буквально раскрашивать Этими червячковыми мазочками Хорошо? В таком месте, где бело Можно сначала вытереть Чтобы потом густо Уложить Нужный цвет А здесь Этого даже и делать не надо Сюда придет густота Вот такого порядка Сейчас, сейчас, сейчас Я в одном месте тюкнул Хотя он нам сейчас не нужен в картине Угу То есть вот этот Нежный Кремовый чуть-чуть Цветик Мы его кинем вот так И как и в прошлый раз Ты помнишь Создадим Эффект мазочков Как будто мы густым мазком это закладываем Но если мы сейчас будем густым мазком это закладывать То у нас Вылезет синька А нам не нужно, чтобы она вылазила Поэтому пока синий каркас картины создать Везде, где темный Просто темный свет Можно запускать любые цветики Так Значит, теперь будем импровизировать С цветом Немножко голубинку Она там есть Накидаем 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 Лежачий мазок Можно чуть-чуть поджижать Чтобы они были Несколько гуашевые По своей затее Наполняем Наполняем Ритмом Вот этих Червяков Ритмом Червяков Если что На ходу Осуществляешь ремонт Прямо на ходу Вот У тебя появится сейчас плотность неба Вот этот ритм 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 Заполняешь Заполняешь Ритм 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 мазочками кистьевыми вытираю снова то есть иначе просто мы такую чистоту цвета не добьемся и те же сиреневилки синилочки придут уже тихонько сюда разбеленные вот эти вот придут заслонят и желтоту хорошо то есть везде все по накидать в цвете везде все по накидать ну и чуть-чуть с уточнением рисунка можно с большей разовизной сразу подшвырнуть в это облако свет сразу подшвырнуть тоже густо а потом набомбить этих же полосочек цвет швырнуть давай на розовый значит сейчас мелким мазком немножко подробишь это добро кроме розового возьмешь немножко коричневого чтобы буквально погрязнить пятно погрязнить тоже кисть вращается и вот этот вот характер укладок нарастить 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 значит умельчить мазок в несколько раз коричневый голубой произвести вот эти можно и плюс розовый произвести вот эти замечательные стволики при том чтобы общий характер повторить но не с ума сходить то есть лучше будет красивый жест чем точный повтор но скучный хорошо нет нет вот этот зелененький хочет объявиться здесь как-то его сильно не хватает то пользу желтого то в пользу бирюзового хорошо тоже на швырять вот этот или здесь везде бирюзовый мне кажется такой бирюзовый значит припачкать и можно действительно чуть-чуть с легким намеком только на желтоту чуть-чуть да чуть-чуть но с легким смотри не переборщи вообще-то он такой холодный но чуть-чуть вот и теперь на тоненькую кисть чтобы все-таки тоненький мазочистик голубой коричневый напоминаю у нас тут много его вот эти полосочки выстраиваем выстраиваем гоняем туда без разбилов черноты вот такие вот такие вот этот черный каркас рисунка который он любит использовать во многих своих картиночках его подложим коричневый голубой качестве этого черного стволики под начернить там всем опять же лучше не попасть в рисунок чем сделать это неинтересным жестом хорошо жест стараемся совершать интересным давай подобная она все-таки смотри витей 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 вата согласна что витей витей не хватало у него вообще все все что он пишет очень густое поэтому густотой мы здесь кашу не испортим просто как ты помнишь мы потом брали кисть и делали вид что это мазочки не мастихинового тока делали вид ну потому что он скорее всего не писал мастихином хотя я не знаю может и писал сиреневатый ты там не приметила внутри смотри именно этот светик оттенил вкуснятину цветовую желто розового цвета а пока его там нет недостаточно нарядно вкусненько так немножко он этого же цвета чуть-чуть то ли он там хотел облако нарисовать потом отказался от идеи облака. И у него осталось, но это красиво, у него осталось не потому, что он неряшливо закрасил, а потому, что он заметил, что и это хорошо. Не только то, но и это тоже вспомогает звучанию. Так. Возможно, он пользовался большим количеством голубых и синих. Ну, если потом захочешь, купишь разнообразие оттенков и чуть-чуть там докидаешь. Замешаешь цвет, попробуешь, ага, ух ты, есть он там, там, там и там. То есть можно потом пройтись. Грязнотина не доклала, а есть там грязнотина. Хорошая. Она цельная. Вот тут ты начала ее слишком рябок. А она цельная. Смотри. Цельная. Целая такой струей. То есть цельности ей не... Смотри, сразу выявилась какая-то форма. Погрязнить. Вот там, где у него грязно. Погрязнить. Возможно, он там что-то перекрашивал и там сгрязнилось. Но, опять же, он увидел. Ага. Вот в такую меру хорошо. Вот этих ребят увидеть там. Почти белых. Есть там такое, да? С розовым, с желтотой. Тоже немножко грязноватый цвечек. Врезаться чуть-чуть туда. Отдельными мазочками. Потому что... Сразу вытираешь. Потому что будет грязно, если не будешь вытирать. Сразу вытираешь. Один-два мазочка, сбежала. Характер. В первую очередь, характер передаешь. Не пытаешься все срисовать досконально. Чтобы не сойти с ума. Аж даже белый. Он себе особо позволяет даже не замешивать. Даже вот просто взять и вот так вот тюкнуть. Так ты туда наполняй голубизны. Синю-ку-то истребляй. У нас же в пламях было истребить ее. То есть мы просто ею набирали. А на нее просто мазки дали? Да, да, да. К черноту темного давать полную меру кое-где. Смотри, он славен этими чернотами. Черным каркасом картины славен. Это тоже чистый цвет. Вот прямо синий-коричневый. Тоже успеваем, если что, протереть кисть. Чтобы она по-прежнему выдавала черноту. Согласна? Да. Да, и как без чернот было скучно. Чернотами сразу. И эти мазоники тоже. Черно вполне. У тебя не до черно. А там черно вполне. Он славен именно вот этим черным каркасом. Ой, смотри, какие хорошие. Ой, какие. А ты же вялыми их добавил. Конечно, они не получаются. У тебя хорошие мазочки. Просто черноту в полную меру. У тебя вот такие ритмы веселенькие могут недополучаться. Но черноты не хватает. А так, как только появится чернота, все, сразу появится. Вон, прямо обведенность. Ты понимаешь? Не хватает же. Очень, очень не хватает. Игорь, а вот с этими синими что делаешь? Забивать их. Ну, каким-нибудь цветом. Увидела? Синий. Забила. Ну, и синий. Подбираешь цветик и забиваешь. Забиваешь. А вот здесь вот это попробовала? Ну, нормальная. Нормальная? Это можно оставить, да? А эти подобрать не можете? Синий-коричневый. Синий-коричневый. Ты его недооценил. Синий-коричневый. Вот, смотри, вот он. Ну, больше синего или меньше синего. Синий-коричневый. Вот он. То больше синего, то меньше синего. Вот, смотри. А вот больше синий, он же больше синий. Ну сколько оттенков зелено-голубых. Так, красиво. Не хватило цельности мазочкам, которые ты вносила. То есть ты их распределила довольно равномерно. А там есть цельное звучание этих мазочков. То есть они в такие стайки сбиваются. Поэтому чуть-чуть цельности. Так же как и рыжие, розовые тоже цельнее. То есть сильно распределенно, сильно перемешанно. Очень вкусно. У него, конечно, лучше, но очень вкусно. Очень вкусно. Ну у тебя в этом вообще нет проблем. Просто нет проблемы. Просто не хватает времени закончить это. Очень много красивых поступков совершила. Здесь такой прикольный, вырезанный. Так, чернотиков чуть-чуть добавим. Еще, еще. Ты видишь, он так их делает, как бы, как ребенок, да? Вот у него, как ребенок их выписывает. Ведь художник, прошедший школу определенную, да? Все-таки работает иначе. И это делает очень обаятельным его эти... Потому что так, как оно и есть в природе, оно, конечно, здорово. Все-таки рукой художника написано, оно здорово. Но у него оно апоэтизировано вот этим дивным, кучерявым видением. Но цельно, цельнее. Вот сколько я сейчас уже добавил цельности всем этим мазочкам. Он этим контрастом вообще выиграл все премии. Потому что вот так вот черным потом вдруг, вот как если бы сейчас в этой картине взять... Вот я там начал уже, да? Ты же видела, да? Да, да. Что пару темных мазочков. Вот хорошо, что я тебя поймал на месте преступления. А я как раз их шел показать. То есть аморфное письмо, вот бедствие для очень многих художников. Очень многие художники умеют рисовать. А письмо аморфное, не акцентное. И оно неинтересно. Вроде бы все правильно, вроде все... А жизнь у меня не горит. А эмоции ни на чем не... Ну как конфликт основы драматурги. Вот он конфликт. Вот этот черный он вводит, и все, и конфликт налицо. Ну ты очень тоже... Ну я про цельность тебе же все время. Я же тебе про цельность, и про черный, которое его изобретение. То есть его нужно в полной мере. И цельность, смотри, цельность этих... Вот они прямо выстраиваются, смотри. В теневую масса выстраивается, в теневую. Масса световой, масса теневой. То есть вот эти вот разделенности на свет и тень здорово звучат. И вот эти световые он вводит тоже более цельно. Не так равномерно разбросанно. Ну а в целом молодцы. В этой задаче у тебя никаких проблем. Еще немножко, и Ван Гог тебе послушает. Ну как еще немножко, грубо говоря, 10 работ на эту тему сделаешь. И ты можешь тогда даже картинки, фотоматериал брать и переводить на этот язык. Ну это же бессмысленно писать с натуры. Ну это же понятно, что это с натуры писать бессмысленно. Хотя можно для настроения, для, так сказать, живого ощущения на натуру идти. Ну чтобы сама душа была в живом состоянии. Потому что, конечно, в мастерской другое немножко. Но тем не менее. Я и так после Ван Гога стала вообще за всем наблюдать.